привет ребята сегодня мы с вами будем рисовать вот такую вот прекрасную девушку я добавила ее с помощью гаечного ключа добавить вставить фото иногда я пользуюсь референсом то есть мы нажимаем также на гаечный ключ холст включаем галочку референс но мне удобнее обычно добавлять на холст далее мы с вами создаем новый слой выбираем цвет поярче чтобы выставить засечки это нам нужно потому что так удобнее работать с эскизом если вы еще плохо срисовываете вам будет намного проще работать с засечками когда мы уже определили основное положение девушки на холсте можем перенести наши засечки в правую сторону чтобы было удобнее рисовать эскиз создаем новый слой берем черный цвет и начинаем рисовать наш эскиз конечно же при этом смотрим на референс и вспоминаем какая засечка к чему относится я начинаю с головы но это не обязательно если вам удобнее начинать с какой-то другой части то пожалуйста никто вам не запрещает вы свободный художник делайте так как вам удобно после того как мы нарисовали с вами черновой эскиз мы добавляем новый слой при этом снижаем непрозрачность слой чернового и рисуем чистовой эскиз уже с плавными линиями наш эскиз готов можем удалять все ненужные слои черновой эскиз засечки а также добавляем новый слой под слоем с эскизом теперь мы с вами будем заниматься заливкой цветом у меня есть своя любимая палитра цветов для кожи вы можете скачать любую палитру из интернета а также можете с помощью пипетки взять цвет самого референса работайте так как вам будет удобно такой кистью который вам будет удобно конкретно я беру кисть из библиотеки кистей аэрограф средний аэрограф для каждой детали кожа волосы одежда телефон я создаю свои слои потому что так намного проще будет работать дальше с проработкой теней с летом к этой проработке мы сейчас с вами приступаем я беру оттенок с палитры чуть темнее своего основного цвета чтобы проработать полутени моего рисунка при этом я создаю новый холст с обтравочной маской холст должен быть над холстом с кожей чтобы все маски которые мы делаем на холсте не выходили за рамки нашей кожи делаем тень еще глубже для этого берем оттенок темнее и накладываем цвет соответственно референс ну и наконец выбираем самый темный цвет если до этого у нас были более растушеванные маски сейчас делаем четкий темный в конце объединяем наш слой с нижним слоем приступаем к проработке одежды здесь принцип такой же как с кожей с каждым разом мы затемняем основной оттенок еще больше ну и конечно прорабатываем светлые участки одежды и кожи создаем новый слой с обтравочной маской над основным слоем с телефоном прорабатываем все детали телефона ориентируясь на референс а далее объединяем слой с нижним создаем новый слой с обтравочной маской над слоем с волосами я скачала палитру из интернета и выбрала русые волосы вы можете скачать любую палитру которая вам нравится выбрать любой цвет который вам нравится также можете взять с референсу для прорисовки прядей на волосах я выбираю оттенок светлее основного уменьшаю кисть и прозрачность а также уменьшаю нажим на стилус чтобы придать реалистичности волосам добавляю пряди разных оттенков также тени создаем новый слой над слоем с эскизом здесь мы будем рисовать белый контур так рисунок будет смотреться намного интереснее наш белый контур не должен быть сплошным поэтому рисуем отрывистые линии над эскизными черными линиями под конец я ищу непроработанные детали здесь например это оказались ногти которых я совсем забыла и брови мы выходим на финишную прямую здесь я выставляю блики на одежду в конце соединяю все слои между собой и выставляю рисунок по центру нам остается только фон и это работа вашей фантазии никаких ограничений любые кисти любые цвета и любые мазки все что угодно вашей душе на этом видео подошло к концу подписывайтесь на канал ставьте пальчик вверх также подписывайтесь на мой инстаграм и вк и до новых встреч вк 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 Продолжение следует...